С этого года в Рязани стартовала выдача лицензии в сфере ЖКХ. Руководителям управляющих компаний, успешно сдавшим тесты, вручили сертификаты. Они нужны для того, чтобы управляющая компания смогла получить лицензию. Без неё с этого года коммунальные организации не смогут работать на рынке услуг ЖКХ. На сегодня из 124 управляющих компаний руководители 70 уже приняли участие в аттестации. Компании, которые будут работать без лицензии, не имеют права даже находиться на рынке предоставления данных услуг без лицензии. Штрафные санкции там очень серьёзные, от 150 до 300 тысяч рублей за ведение деятельности предпринимательской без лицензии. Поэтому все руководители управляющих компаний относятся к этому очень серьёзно, подходят, видели и сдают. Со стубальной системой такой. Ну, были нюансы. Есть у нас люди, которые не готовы пока получить аттестат, но будут готовиться ещё изучать. Процедура обязательного лицензирования требует от управляющей организации сдачи квалификационного экзамена на знание жилищного законодательства, подготовки пакета документов и выполнения целого ряда других условий. Коммунальщики считают, что новые требования помогут убрать с рязанского рынка некомпетентные компании. На сегодняшний день эта проблема актуальна, как никогда. Ну, это очередной виток в нашем законодательстве новом, да. Обязательная серфицированная управляющая компания. Ну, и стимулирует нашу управляющую компанию, чтобы работать ещё на пять, на пять с плюсом. И взять ещё на квартирные дома управления. Вот, для этого получили аттестат сегодня. Вся процедура лицензирования продлится больше полутора месяцев, завершаться вся процедура ближе к маю этого года. После чего работа компании без разрешительных документов будет считаться незаконной. Получение лицензии – это процедура, требующая времени, внимания и ответственности. В конечном итоге с рынка уйдут некомпетентные компании, что положительно отразится на качестве услуг. Квалификационный экзамен предусматривает все вопросы, в которых обязан разбираться специалист, претендующий на руководящую должность управляющей компанией.